Как купить ноутбук в Черногории? Я вам все расскажу, не переключайтесь, поехали! А на самом-то деле ехать-то и не обязательно было. Это просто я сам решил, так скажем, побыстрее. Почему? Да потому что можно заказать ноутбук в известных интернет-магазинах, таких как Multicom, Technomax, PC Gamer. Его обязательно привезут в Будву, но в течение двух-трех дней. Есть нюанс, то что при сумме больше чем 1000 евро, я так подозреваю, почти во всех местах нельзя будет оплатить за кэш и нужно делать только онлайн. В моем случае была какая-то ошибка банка еще, не проходил платеж. Я решил, что ну блин, лучше поеду-ка я сам. Будет быстрее, чем три дня ждать, разбираться с банком и в результате на месте все посмотрю и выберу, что мне нравится. А где я покупаю? В PC Gamer. Я вам покажу. Сейчас доберусь до него. И покажу. Немаловажно еще сказать и про выбор. Конечно же выбор не такой, как привыкли мы видеть в Беларуси. Но, наверное, пока что. Скоро и этот выбор будет казаться космическим. Ну и все, что нужно, оно и есть. Я для себя выбрал, конечно же, не Mac, потому что слишком по-богатому. Это могут себе только дизайнеры позволить и фронт-энд разработчики макбуки покупать прошли. Вот. А я себе взял то, такой бренд, который не сильно-то люблю, но зато по деньгам вполне себе он оправдывает то, что надо. Вот. То есть, ну если вам нужен не только ноутбук, конечно, а куча всяких девайсов, вот, пожалуйста, стандартная рабочая схема. А, работают они все онлайн и по-английски прекрасно понимают. Но если у вас вопросы с английским, то можно пользоваться Google-переводчиком, ну или просить друзей и знакомых, которые помогут, переведут, пообщаются с ребятами-продавцами, селсами. Ну, я бы еще хотел, конечно же, показать отдельный влог про Подгорицу, какова она зимой. Но, как вы писали в комментариях некоторые подписчики, что Подгорицу в солнечный день показывать неинтересно. Она классная. Надо показывать тогда, когда здесь дубак, ветер и холод. Но я не знаю, когда я выловлю такую погоду, если у меня получится, конечно же, приехать. Вот. Обязательно сниму, когда шторм в Подгорице. Но пока что, видите, солнечно, ярко, обычная городская жизнь, куча трафика, машин, люди гуляют. Обычная Подгорическая улица. Собственно, о чем я и говорю. Куча машин. Куча людей идет по своим делам. Мне кажется же, в Минске в это время меньше движения, чем здесь. Хотя это я уже фантазирую, конечно, у нас точно так же. Ну, что поделать. Активность экономическая городская. Еще немного типичных подгоречных видов. Смотрите, какой красивый храм. Кажется, что побережье должно быть больше, но нет. Именно здесь. В городе. Друзья, не маловажно еще добавлю, что тот сервис, который я вам рекомендовал для проката автомобилей, для аренды автомобилей, наверное, уже туда не ходите. Потому что столько много обращений, что ребята уже поднимают цены. Скоро приблизиться именно к таким вот курортам. А в курорт может быть даже еще больше. И если вы знаете где-то выгодные цены, все еще выгодные каких-то прокатов, напишите, пожалуйста, в комментариях. Обязательно будет полезно и мне, и всем нашим зрителям. Помогаем друг другу. Мы же полезный канал, полезное сообщество. А на пешеходных переходах здесь, друзья, почти как в Минске. Сразу же машина останавливается, не спела подойти, тебя пропускают. Очень вежливые водители, что и очень приятно. Так, почти дошли, надеюсь. О, вот добрался, друзья. Так он выглядит вход. А координаты я оставлю в описании под видео. Ну и выбор здесь, друзья, огромный. Ну как огромный? Хватает. Нормальные ноуты, нормальные тауры. Здесь есть кресло, панели. В общем, нормальный, хороший магазин. И если вот хочется именно руками потрогать, посмотреть, а не по интернету, то можно, естественно, сюда и заезжать. Чтобы определиться, когда не знаешь, хочется ту или это. Ну, провода, девайсы, короче. Обычный такой Store, в котором есть что выбрать. А еще пару слов о нюансах покупки лэптопа. То, что я уже успел заметить. По ценам, ну, если сравнивать с Беларусью, то где-то что-то дороже, что-то дешевле. Это я уже говорил. В данном конкретном случае я нашел условно дешевле. Ну, понятно, если заморочиться искать где-то там у третьих перекупов европейских сервисов, там, супернелицезионную, можно еще выгоднее купить там 200 евро в минус там и так далее. Ну, я не хочу ждать месяц условно, надо уже сейчас. Поэтому решил, пришел, купил сразу же с гарантией официального дилера. Хоть я Asus'ам и не доверяю, но приобрел Asus. Второй момент. Надо сравнивать цену. В Техномаксе, например, она самая дорогая, как мне показалось. В самом магазине там, я не знаю, там условно одна цена. На их же сайте процентов на 20 даже дешевле, чем в самом магазине. И это еще с учетом того, что Техномакс предлагает 10% скидку, если ты рассчитываешься готовкой. Наличными по-русски. Если рассчитываешься наличными, они дают 10% скидку. Даже с учетом этого, невыгодно покупать в Техномаксе в магазине, лучше заказать в интернет-магазине. Ну, если вам Техномакс нравится. Но, опять-таки, есть уже там всякие мультикомы, PC-геймеры и прочее. Я всех не исследовал. Но PC-геймер оказался самый дешевый, самый выгодный. Почему он туда пошел? Потому что была самая выгодная цена. Причем, в сравнении с мультикомом, там разница даже в 70 или 80 евро на одну единицу. Что, ну, довольно-таки нормальная сумма, в принципе-то, да. И это без учета скидок, потому что у них еще есть акционы. Вот что я вот купил на акции. Лэптоп, который в Техномаксе, не знаю, там 300, наверное, был дороже. Это из нюансов поиска. Потом еще существует здесь, если хотите заморачиваться, я уверен, что надо искать группы, контакты. Тех, кто ввозит лэптопы, привозит их из разных мест. Может быть, здесь продают, и можно еще дешевле взять. Ну, опять, это надо искать. Если знаете таких ребят, пишите в комментариях. Кому-то будет полезно. И еще один немаловажный факт. Обращайте внимание на клавиатуру. Я вам покажу, что я имею в виду. Зачем обращать внимание на клавиатуру? Потому что есть нюансы. Так, я думаю, что уже некоторые догадались. Кстати, вот в красивой коробочке. Ни разу такое не покупал, и таких красивых коробочек не видел. Упаковка классная. Но пока я вам покажу, пока я продерусь через все это, так и продрался. А клавиатура... О, еще одна бумажечка. Ну вот, в общем, клавиатура. Ура, мы добрались до клавиатуры. Смотрите, она на черногорском, на сербском. Ну, понятно, локальная ситуация, что она должна быть именно на таком языке. Поэтому не у всех ноутбуков на некоторых лэптопах они пишут, что клавиатура будет английская. С нормальной раскладкой, привычной. Вот, а здесь сербская, поэтому если для вас существенно важно, и не только английская, а еще и с русскими символами, то тут будут сложности. И выход либо покупать русскоязычную клавиатуру и подключать, либо покупать какие-то наклеечки. Вот, наклеечки я себе не знаю. Ну, мне не совсем большая проблема, потому что у меня есть слепой набор уже и русский, и англо-латинский. То есть тут как бы не сильно большая проблема. Но наклеечки на всякий случай накуплю, да, и приклею сюда. А где купить, напишу, сниму, расскажу в следующем видео. Олесик, конечно же, все время со мной, не оставить этого пса нигде. Поэтому он тоже исследует подгрицу вместе с нами. Еще ж я вам, друзья, не рассказал. По умолчанию много лэптопов продается без операционной системы. Если вы не очень уверенно и не знаете, как ее установить, то придется доплатить. Стоит это 15 евро. Ну и уточняйте, если вы не сильно продвинутый пользователь, вам, конечно, Windows Home хватит. Если более, то Professional 10, 11, то есть любую вам накатит. По лицензионности, конечно же, я тут сомневаюсь, что оно суперлицензионное. Но это можно уже купить дополнительно в Майкрософте себе аккаунт. Ну или использовать какой-то старый там, если у вас есть. Ну или просить друзей прийти с флешкой и накатить вам винду на новый лэптоп, если он у вас есть. Ну и плюс еще сами, знаете, чат специалистов я вам в прошлом видео рассказывал. Там много, уверен, что специалистов, которые помогут тем, кто не сильно разбирается в таких технических моментах, как Windows установить, там клавиатуру заменить и так далее. То есть общайтесь и пишите в комментариях, если вы можете это сделать, кому-то помочь. Кто-нибудь к вам обратится. Ну а теперь время ехать домой. Из Подгорицы до Будвы, как из Минска, из какого-то далекого торгового центра домой. Это так удивительно. Разные вроде города, а по времени получается, ну, что так, что эдак. Прикольно. Вот и все, приключение закончилось. Ноутбук успешно куплен. А вам я советую взвесить все за и против. Если не сильно торопитесь, то лучше заказывайте. Пускай к вам привезут, и вы сэкономите все-таки время. И если остались вопросы, что-то недостаточно нормально рассказал, показал всегда, пишите в комментариях, постараюсь вам ответить. И тем тем, кто уже наш подписчик довольно-таки долго поддерживает нас в комментариях, репостами, лайками и так далее, от меня сердечко из Черногории. Спасибо большое, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...